Дамы и господа, я представляю вам участников этого поединка. В красном углу, боец которому 20 лет, его рост 170 сантиметров, вес 65 килограммов. На профессиональном ринге провел 11 поединков, одержал 8 побед. Одна победа одержана нокаутом, потерпел два поражения, одна ничья. Дамы и господа, из Украины, Богдан Погарин. В красном углу, боец которому 19 лет, его рост 182 сантиметра, вес 65 килограммов. На профессиональном ринге провел 5 боев, одержал 5 побед. Из России, Артем Пашпорин. Итак, второй бой нашего сегодняшнего вечера. Это поединок весовой категории до 65 килограммов. Еще один четверть в финал Богдан Погорелов против Артема Пашпорина. Наши многоуважаемые аналитики сказали о том, что Артем Пашпорин будет фаворитом этого противостояния. Я с ними полностью согласен. Потому что, вспоминая поединки с участием бойца по прозвищу Шпора, сомневаться в его мастерстве не приходится. Ты знаешь, Роман, я бы не был столь категоричен. Все-таки Богдан Погорелов известный достаточно боец, который, как мы помним, 24 августа отправил своего соперника в нокаут в первом раунде. И как сложится сегодня бой, конечно, предсказать сложно. Но, тем не менее, соперник у Артема очень и очень непростой. Мы видим, что Артем Пашпорин заметно выше своего оппонента, но вообще он для своей весовой категории достаточно высок. Метр восемьдесят три сантиметра его рост, а весовая категория 65 килограммов. Это очень прилично. Артем Пашпорин не изменяет своему образу ковбоя, который они вместе с тренером придумали. И, собственно, Артем Пашпорин боец не только умелый, но и очень зрелищный. Он хорошо работает со зрителем. И, в общем-то, благодаря этому также Артем Пашпорин и запоминается простому болельщику, потому что он харизматичный. У него такой очень интересный образ. Ну и, разумеется, стоит сказать про его прозвище. Носит Артем Пашпорин прозвище Шпора не зря, потому что в одном из поединков так сильно исполосовал своего оппонентами рассечениями, что получил вот это самое звучное прозвище Шпора. Ну что ж, мы видим, что Артем имеет преимущество длине рук и ног в так называемом ричи. Поэтому Богдану сейчас тяжело, конечно, приходится разрывать дистанцию. И не всегда у него это получается. Прекрасно, прекрасно проводит правый прямой Артем Пашпорин. Первый звоночек для Богдана Погорелова. Сейчас мне показалось, что Артем Пашпорин с опущенными руками подходил к своему сопернику. Но он достаточно уверен в своих силах, просто-напросто идет вперед. Но как бы тут уверенность, самоуверенность не переросла. Совершенно верно. Мы помним, как Заб Джуда тоже был уверен в бою с Костей Дзюдой. Против Костей Дзюд, конечно. Какое лестное сравнение ты сейчас выдал для наших спортсменов. Я думаю, что им бы понравилось. Не достает просто-напросто Богдан Погорелов. Пока не достает. Но мы помним, что было в предыдущем поединке, когда спортсмен, обладавший более короткими рычагами, в конечном итоге нашел свою дистанцию. Хорошая комбинация Артема Пашпорина. Несколько очень жестких ударов нанес боец из Нижнего Новгорода, 19-летний. Мне вспоминается его поединок в рамках 1-8 финала нашего турнира. И тогда он встречался с представителем Киргизии. Ни одного шанса не оставил он бойцу из Кыргызстана. Победил, правда, по очкам. Но разгром. Настоящий разгром учинил своему сопернику. Да, собственно, и сейчас единственный шанс Богдана Погорелова – это разорвать дистанцию, выйти в ближний бой и там уже пытаться что-то придумать. Я с тобой соглашусь. Сейчас мы увидели, как Богдан Погорелов подхватил ногу своего оппонента и попытался что-то сделать. Ты наверняка помнишь первый поединок в рамках 1-8 финала Погорелова на нашем турнире, на турнире W5 Fighter. И именно тогда Богдан Погорелов подхватил ногу оппонента и нанес тот самый бэкфист, который отправился верником в нокаут. Этим спортсменом был тогда Намик Мамедов. И, в общем-то, это было очень эффектно. Намик Мамедов сумел восстановиться, но судья принял решение, что Намик Мамедов не может продолжать бой, хотя Мамедов активно очень протестовал и не был согласен с этим вердиктом. Но, тем не менее, Богдан Погорелов. Ну что ж, друзья, статистика была на ваших экранах. Небольшое преимущество было у Артема Пашпорина, но, тем не менее, в бою все-таки более уверенно он смотрелся. И, как мне кажется, пока шансов не было у Богдана просто-напросто свой стиль продемонстрировать, свою тактику. Надо сокращать дистанцию. Надо сокращать дистанцию. Надо работать комбинационно. А пока что комбинационно работает исключительно Артем Пашпорин. Да, пока Богдан выжидает. И это, на мой взгляд, неправильно. Все-таки, как раз-таки, ему нужно действовать первым номером, атаковать и идти вперед. Слишком большое уважение Богдан высказывает и выказывает своему оппоненту. Вот, подхватил ногу Погорелов сейчас Пашпорина, но не сумел этим воспользоваться. Побежал на соперника Пашпорин сейчас. Просто полетел. И опять застаивается Богдан Погорелов. Посмотри, какая ссадина на левом плече у Богдана Погорелова. Такая прям настоящая боевая рама. Пытается что-то придумать Богдан Погорелов, но пока получается из этого вот что. Удар в бандаж исключительно. Быстро восстановился Артем Пашпорин. Несильным этот удар получился. Минуту 30 работать во втором раунде. Пока никаких вариантов для Погорелова абсолютно. Не совсем обдуманно задумал лоу-кик Погорелов. Провел лоу-кик Погорелов. Тут же двойка пришла ему навстречу. Артем уверенно контролирует дистанцию. Уверенно сражается именно с дальней дистанцией. Поэтому пока шансов у Богдана попросту даже и не было. Вот сейчас было попадание Богдана, но все... Такое шальное, да? Куда-то там в сторону моря махнул и задел. Уверенно уходит Артем. Прекрасная работа на дистанции и перевод в партер. Но это не про нашу честь. Не сейчас. Хотя хотелось бы. Возможно. Но будет турнир по смешным единоборствам W5 Fighters? Тогда, наверное, да. Сейчас у нас турнир по кикбоксу. Отдадим должное настойчивости Богдана Погорелова, который пытается что-то сделать. Но это лишь пока остается... Жалкие потуги. Ну, давай не будем уж так сильно принижать достоинства и заслуги Богдана Погорелова. Ну, ты знаешь, все-таки мне кажется, можно было действовать поувереннее. Можно было попытаться хотя бы разорвать дистанцию. Не подшагивая, а прям попросту подраться с оппонентом, что называется, не боксируя с ним. Вот сейчас Богдан... Это опасно, Давид? Это опасно? Ну, а других вариантов-то нет. Для Богдана нет, понимаешь? Безусловно, потому что самое простое и первое правило в поединке. Проигрываешь в скорости, проигрываешь вообще по всем показателям. Надо подраться, чтобы показать, что ты не просто так здесь в ринге стоишь. Да, все-таки техничнее Артем, гораздо техничнее своего оппонента, поэтому соревноваться с ним в технике, в скорости и в силе удара попросту... То есть ты предлагаешь Богдану Погорелову рисковать? Да. Рисковать. Можно, кстати, войти не на ногах, а войти с коленом, как это делают многие. Да, вариант на самом деле масса. Входят с коленом, потому что войти с лоу-киком у Погорелова не получается, ему сразу же летят встречные удары. Попробовать с коленом войти. Раздернуть, раздернуть у Погорелова Пашпорина тоже вряд ли получится. По крайней мере, даже никаких таких попыток мы не видели. То есть да, только драка, рубка, которая, собственно, и определит, кто же останется стоять. Ох, как опасно! Повезло Богдану, что не дошел этот хай-кик до головы. Ну вот мы видим, что Богдан по-прежнему попросту просто идет вперед. И обрати внимание, что Пашпорин ждет лоу-кика своего соперника, ждет момента, пока Погорелов останется на одной ноге и совершенно спокойно наносит туда свои удары. Даже особо прицеливаться не надо, потому что он знает, что соперник никуда от него не денется. Требует, требует от Богдана Погорелова более активной работы, требует от него входов на ближнюю-среднюю дистанцию. Легко сказать? Да, пока не получается. Пока уверенно контролирует дистанцию. Вот, подхватил ногу и очень грамотно падает Пашпорин. Очень грамотно падает, не позволяет оппоненту выполнить никаких технических действий. Ему-то как раз-таки и нужно сохранить дистанцию. Что он и делает, в общем. Да, вполне уверенно все у него получается в бою. Уверенно он контролирует ход поединка. Вот снова отталкивает Артем своего оппонента. Мне кажется просто, что Пашпорин гораздо мощнее своего соперника, да? Любое движение, вот это толчок двумя руками и Погорелов просто-напросто падает. Он не может стоять. Он не выдерживает вот этой мощи своего соперника. А это только 65 килограммов, я подчеркиваю. Он мощнее, техничнее, с более высокой скоростью. По всем показателям, всем превосходит Артем Пашпорин своего оппонента. Драки, я так понимаю, мы с вами не увидим сегодня. А очень бы хотелось. Еще минуту боксировать, так что все еще может поменяться. Но Богдан, видим уже, что подустал достаточно в бою. Поэтому вот снова пропускает Богдан. Причем обрати внимание, Богдан бьет лоу-кик и на этом останавливается. Нет комбинации. Одно движение и тут же туда встречная серия летит. Без каких-либо проблем. Справа-направа, очень неплохо Пашпорин пробивает. Только вперед. Такие команды звучат из угла Богдана Погорелова. Он старается. Давай дадим должное этому спортсмену. Он действительно старается. Он пытается что-то сделать. А, за борьбу. За борьбу снимают один балл Артема Пашпорина. Но это не смертельно на самом деле. Да, совершенно верно. Потому что 10 секунд еще осталось боксировать. Если бы это случилось, например, в середине второго раунда, еще были бы какие-то варианты. Может быть, это придало бы психологической уверенности и каких-то сил моральных придало бы Богдану. Но завершен поединок. Я не думаю, что вот этот снятый балл сейчас окажет какое-то влияние на исход боя. Мне так кажется. Хотя надо быть осторожным с прогнозами, потому что наши предыдущие прогнозы как-то не оправдали себя. Играет музыка. Субтитры делал DimaTorzok И у нас будет дополнительный раунд Да, шляпу придется отдать Еще минимум на 3 минуты И снова наши с тобой прогнозы Не состоялись Но, видимо, у судей Другое видение Несколько поединков, чем у нас с тобой Ну что ж Четвертый раунд Это шанс Это великолепный шанс Для Богдана Погорелова И вот так открывает четвертый раунд Артем Пашпорин С жесткой двойкой И потом еще тройку добавляет Полон решимости Артем Пашпорин Доказать, наверное, необоснованность Назначения вот этого дополнительного раунда Пропускает Пропускает Богдан Погорелов Артему что-то менять в своей тактике Наверное, не имеет смысла А зачем? Зачем менять то, что работает? Совершенно верно Это как раз-таки шанс предоставили Судьи Богдану, что называется Взорваться Да, да, совершенно точно Но пока что он пропускает Пока что пропускает И на самом деле работает в прежнем ключе Более того, действует с опущенными руками Защита, прямо скажем, не на высшем уровне сейчас у Погорелова Позволяет он Артему Пашпорину себя расстреливать Я не побоюсь этого слова Сразу несколько ошибок Осуществляет Богдан Погорелов А здесь можно проиграть и за одной Хорошо работает Пашпорин По этажам бьет и по туловищу Улыбается своему сопернику Показывает, ну давай, давай Побоксируем сейчас И в обмене ничего не может противопоставить Оппоненту Богдан Богдан уповает на один удар Он проводит один удар Причем он это делал на протяжении всего боя Совершенно верно На что Артем Пашпорин отвечает ему Серийно, комбинационно И практически все удары из этой комбинации Они приходятся в цель Да, хотя казалось бы Человек, я имею ввиду Богдана Разумеется Обладает более короткими рычагами Поэтому именно ему надо работать комбинационно Ему нужно выполнять повторные атаки Обязательно А он пытается действовать одиночными ударами И Артем Пашпорин это видит Он очень легко уходит от атак своего соперника Тем более в скорости нет никакого превосходства у Богдана Погорелова Только подраться А вот подраться почему-то Боец из полтора дня в состоянии сегодня Тяжелый удар сейчас пропускает Богдан Погорелов С левой руки Артем по-прежнему контролирует дистанцию Контролирует ее уверенно Ни малейшей возможности не дает он своему оппоненту Ввязаться в ближний бой И обратите внимание как спокойно действует Артем Пашпорин Позволяет себе опускать руки Хорошая, хорошая комбинация Без вариантов Абсолютно без вариантов Для Погорелова Просто нет ударов Просто нет ударов Подходит Погорелов на Выходит на оперативный простор Но где удары? Где удары? Нет ударов Тактика не сработала Такими отсутствием ударов бои не выигрываются Это не сольные упражнения А еще какие соревнования в тикбоксе где есть? Все Совершен этот бой, уважаемые друзья И уж теперь-то, я думаю В победителе нет никаких сомнений Артем Пашпорин с этим Можно спорить Я думаю, да Хотя Помятуя предыдущим поединке Да, может быть Все может быть Но я надеюсь, что до этого не дойдет Второй поединок в формате 1-4 финала Весовая категория до 65 килограммов Единогласным решением судейской бригады Победу одержал Артем Пашпорин Становится победителем этого боя Выходит он в полуфинал соревнований Абсолютно заслуженно Я так думаю, Артем Пашпорин Смело может считаться одним из претендентов На итоговую победу турнира W5 Fighter Ну что ж, завершен этот бой Очень интересно узнать Что же нам скажут аналитики Итак, передаем слово Георгия Иванова Аналитики могут, честно говоря, сказать много И сейчас я представлю человека Который вместе со мной Это сопределитель мировой версии W5 Сергей Чупинога Сергей Добрый вечер, дорогие телезрители Сергей, в экспресс-комментарии по поводу боя Поздравляю Артема Нашего ковбоя Хороший бой К концу третьего раунда Я могу выделить Что боец Подстроился под своего соперника Использовал преимущество Длины рук Любая Контратака С правой руки Заканчивалась выходом С левой руки И он был точнее Он работал по цели К сожалению Денис не оправдал наши ожидания В шестом турнире W5 Fighter Он выиграл нокаутом Бэкфистом Здесь все его попытки Соперник Артем его читал Я считаю Бой у него не получился Как вы думаете Артем Пашпорин В основном выступает По правилам тайского бокса Не является ли это минусом Потому что такое ощущение Что не совсем перестроился Пашпорин Дело в том Что много версий сегодня И бойцам очень трудно Сориентироваться по правилам Перенастроиться очень сложно И сегодня W5 Мы Объясняем ребятам Объясняем их тренерам И Ребята стараются Конечно есть Огрехи Замечания Клинчи Броски Но это работа И мы настроены Дальше вместе с ними работать И Нужно время А в следующем бою Сойдутся Иван Бабаченко И Макс Шальнев Два российских спортсмена Такое внутрироссийское дерби Сергей Есть какие-то прогнозы На этот бой Оба Оба Бойца могут ударить Но Максим нам известен Еще с рязанских турниров Это Энергичный Волевой Скажем Такой Драматический Боец Поэтому Здесь развязка Может быть В любом раунде Я Буду болеть За Макса Я Болеть Наверное Ни за кого не буду Скажу Что я Немножко знаю Бабаченко Тогда я поболею За Ивана Скажу Что Шальнев Более титулованный спортсмен Бабаченко Более молодой И здесь конечно Есть примерное равенство Но наверное С небольшим преимуществом Шальнева Внимание Нарин Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Егорова